Песня такая, она очень хорошо это характеризует. Можно подержать? Ай, ту-ту-ту-ту-ту, не вари кашу круту, Вари жиденькую, молошенькую. Куму поминай, ай, де кума, Ай, де кума, за ворота ушла, Ай, де ворота, ворота за горы ушли, Ай, де горы, черви выточили, Ай, де черви, чергуси выклевали, Ай, де гуси, в отростник ушли, Ай, де тростник, девки выломали, Ай, де девки, за мужья ушли, Ай, де мужья, на войну пошли, Ай, де война, война выгорела, Ай, де пепелок, У разы нес и ветерок, Ай, де ветерок, Улетел и на восток, Ай, де восток, Там, где солнышко встает. Я хотела сказать спасибо Алисе за то, что она приехала, за то, что она делает такое важное дело. Для меня это было открытие. Я хочу внести маленький вклад. Вот там на колонке, Аня, можно помочь? Книжки лежат. Если кто-то пожелает приобрести такие книжки, это колыбельные тексты, красивые картины и художницы, то деньги пусть будут с помощью проекту, в поддержку, мостерапевт. Это очень тяжелое дело, я это знаю, и ему нужна поддержка. Спасибо. Очень красивые книжки. Не менее ценное содержание, я думаю. А второе, первое, первое наше отделение завершит совсем не колыбельный автор Дмитрий Студеный. Он двигатель нашего Содружества поэтического рока Дашти, из которого, собственно, благодаря которому мы сейчас находим новых-новых музыкантов в репе музыкантов-полонтеров. И так получилось, что у Димы больше всего из всех учреждений получается лучше всего организовывать концерты в реабилитационной церкви в Царицыно для людей с ЦП. Он расскажет о своем опыте, я думаю, и споет несколько песен. А потом у нас будет перерыв. Так, я, наверное, присяду. Всем добрый вечер. Кого знаю, кого не знаю. Кто не знает, расскажу, что существуем мы давно как некий такой, ну, скажем, проект Содружества Дашти, авторов и слушателей поэтического рока. Многие наши авторы принимают участие не только в концертах Даши Содружества, но и в всяких благотворительных акциях. Собственно говоря, задача Дашти, как я его вижу и как я им пытаюсь рулить, это собирать такие здоровые творческие силы. Ну, то есть, как вот собирают люди в библиотеке, в фонотеке, в фильмотеке. Мы собираем живых людей. И вот, и как практика показывает, это, ну, в общем-то, ценный такой наш фонд достояния нашей страны. Те люди, которые действительно могут еще другим помогать. Хочу сказать, что сами музыканты в нашей стране на данный момент крайне нуждаются тоже в поддержке. Я не знаю, вот все, кто здесь выступает, они, в общем-то, не имеют никаких, ну, ни званий, ни заслуг. Они, в общем-то, не почитаются на их концерты нет улома какого-то народа. При том, при всем при том, что это творчество, на самом деле, самого высшего уровня, и вы сегодня уже могли убедиться. Вот, что и Алиса, ну, в общем, почти практически все сегодня выступающие, они выступали у нас на концертах. Вот. Но, насчет опыта, что я заметил? Во-первых, я хочу сказать, что сами музыканты дали первый тезис, что сами музыканты уже нуждаются в поддержке. Мне крайне непонятно, почему эти это не понимают у нас странные слушатели. Когда они приходят на концерт, они поддерживают, ну, вот, на любой концерт это поддержка, это как на демонстрацию, выйти в поддержку у кого-то, то же самое прийти на концерт. Поэтому, ну, я каждый раз всех призываю ходить на концерты, поддерживать именно тех людей, которые еще могут что-то другим отдать. Поэтому, с нашей стороны, мы всех людей, которые хоть участвуют в каких-то бухгалитных акциях, стараемся именно поддержать, ну, там, пригласить лишний раз на концерт, все, что мы можем сделать. Вот. Насчет опыта выступления, вот, ну, вот так получилось, что просто обратились к нам люди из революционного центра Царицына, где, ну, такой вот, там лежат, в общем-то, взрослые люди, это ДЦП, они очень все разные, ну, попросили просто провести концерт. Вот. Ну, желающие нашлись, слава богу. Я там особо не выступаю, просто организовываю. Вот. И что я заметил, что, когда музыканты там играют, они, ну, вот, ну, это чувствуется, то есть, получаешь очень сильную отдачу от зала. Да, то есть, часто даже на концерте такого не бывает. То есть, когда там собираются люди, ну, несколько, не совсем, может быть, здоровые люди, но они здоровые, именно в том плане, что, ну, чувствуется, что им это надо. Вот. Часто, ну, просто в обществе сталкиваемся с тем, что твое творчество просто не нужно. Поэтому вот эти концерты лично для меня, это такое вот, вот, действительно терапия. Вот. Ну, поэтому я с удовольствием, если они говорят, что им нужны концерты, я с удовольствием назову там людей и сам в этом как-то пытаюсь участвовать. Вот. Так что, ну, это очень такое благодатное дело, вот, очень хорошая отдача. То есть, я к тому, что часто, якобы, нездоровые люди оказываются намного здоровее самых здоровых. То есть, им нужно то, что здоровые, мне нужно. Вот. А мое мнение, что наше общество крайне больно. Вот. И показатель этого, ну, прежде всего, отношения к людям немощным, к творчеству, к культуре. Вот. Алиса там на своих семинарах потом чуть-чуть пообщались, ну, вот, рассказывал, что у нас в стране это все вообще, ну, вот, эта практика, она находится в зародочном состоянии, Вот. То, что Алиса сейчас пытается тут начать делать, то, что, ну, просто уже стихийно, да, вот это вот возникает уже как сам собой, вот, это все находится в крайне таком, ну, вот, нарождающемся состоянии. И важно это, как бы, поддерживать и, в общем-то, ну, способствовать этому продвижению. Ну, мы со своей стороны пытаемся делать нашими силами. Вот. Ну, теперь творческая часть. Может быть, не совсем колобильная, но начнем с такого более спокойного. Я решил спеть те песни, которые, может быть, ну, может быть, не самые грустные. На остывающей звезде Мой принц, печальный Отинок. Искал он всюду и везде Родной, единственный Цветок. Придят потемкров чужих душ Пространство Бьющихся Зеркал. Придясь в разводы Взгляд в уши Он верил, Мучился И ждал, Ждал. Когда в пустыне Стылых дней Весны болеет Ветерок И под веселую Копень Растопит лед, Живой Росток. На остывающей звезде Печален Материц Я одинок Искал он в серой Пустоте Свою Средь множества Дорог Домой тропинка Так трудна Видно За прорубью Окна Там звезды Смотрит Глубина Таза Зеркальная Она Одна Одна из Звезд Чудязных Роз Других Прекрасней И милей На одиночество Мороз И ночь В душе Все Тай Милей На остывающей звезде Оставлю приз Одинок Но не покинь его Лупите Помилуй Милосердный И пусть в душе Цветут сады Любви Прекрасной И земной А наши радости Цветы Да будут Навсегда И с тобой И с тобой А пусть в душе Цветут сады Любви Неприятной И земной А наши радости Цветы Да будут Вместе И с тобой Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо В следующей песне тоже весенняя. За поворотом лето, зелёная волна, И град пятнашки света, И небо глубина. А здесь по тени смертной Бело летёт зима, И в сердцах горячих Горе поёт весна. Горель, ветви звона, Бо вся колокола, Многоголосом хором, Нам миром восторяй. И течем щедаи, Желчане и ручьё, Восторг и легаванье, И в жизни торжество. Ох, торжество. Ох, торжество. За поворотом лето, А до весны без шаг, И, будь-то зная это, Часы батреи спешат. А там, а мы-то сходом Великопостных вод. Ох, торжество. И, по-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о И сон, разбежь живого свято, любви воскресный зон. И в небо возбудешь и начальник тишины, Смерть смертью поправшей над радостью весны. Над радостью весны, над радостью весны. За поворотом лета Более. Я тебя очень плохо слышу, там все прекрасно слышал. А здесь почему-то я очень, да, еще можно эффект. Хочу сказать еще одно момент. Я не знаю, это слышит меня Алиса. Меня очень волнует момент духовный, если честно, в этой прекрасной нашей деятельности. Потому что… …потому что…